Авторское право на YouTube. Лицензия, которая позволяет использовать чужие видеоролики для своего канала. Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель Академии видеомаркетинга. И в данном ролике мы с вами поговорим про лицензию Creative Commons, то есть разберемся с авторским правом в отношении этой лицензии и почему она позволяет использовать чужие видеоролики для своего канала и как это вообще использовать. Но прежде чем мы начнем, обязательно рекомендую подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски о продвижении видео, раскрутке канала, о востребованной профессии YouTube-маркетолог. А также забирайте бесплатно мой отчет «Топ 5 способов заработать 100 тысяч» на YouTube в правом верхнем углу, вы сейчас его видите. Ну что же, давайте разбираться, что же это за лицензия Creative Commons. Вы найдете более подробную информацию о ней в разделе «Авторское право в справке YouTube». Я оставлю эту ссылочку в описании. Итак, заходим в Creative Commons и будем читать, смотреть, что это такое. Пока загружается, я расскажу. Значит, смотрите, стандартно все ролики мы с вами на YouTube загружаем по стандартной лицензии. Где это можно посмотреть? Вы можете зайти на свой канал в «Настройки». Здесь есть «Загрузка видео». И здесь можно посмотреть расширенные настройки. И самый первый столбец «Лицензия и авторские права. Стандартная лицензия YouTube». Если мы откроем вот здесь на треугольничек, то увидим, что есть лицензия Creative Commons с указанием «Авторство». То есть, если вы выберете эту лицензию на своем канале, то каждый ваш ролик будет загружаться именно с этой лицензией. А что это будет значить, сейчас мы с вами разберемся. То есть, смотрите, если ролик добавлен по лицензии Creative Commons, это означает, что помимо права обладателя им могут пользоваться и другие авторы. Вот. Если вы выберете этот вариант, то сохраните свои авторские права, а другие авторы смогут использовать ваши материалы в соответствии с условиями лицензии. А публиковать контент по лицензии Creative Commons может абсолютно любой автор. Вот. Если вы размещаете видео на условиях лицензии Creative Commons, то вы разрешаете всем авторам YouTube повторно использовать или изменять его. Какие материалы можно распространять по лицензии Creative Commons? Ну, это, конечно же, контент, который полностью вами создан. Это другие видео, которые отмечены лицензией Creative Commons. И ролики, которые являются общественным достоянием. Ну, про общественное достояние почитайте сами, ссылка у вас будет. Соответственно, для всех роликов, вот здесь в загрузке видео мы его можем выбрать. Но мы также с вами можем выбрать не только для всех. То есть, если вы не хотите каждое свое видео делать общедоступным, чтобы его могли использовать, то вот здесь во вкладке видео эту настройку вы можете сделать для каких-то отдельных роликов. Для этого мы с вами выбираем видеоролик, которому разрешим, в общем-то, общественный доступ, да, то есть разрешим его повторное использование на других каналах. Допустим, возьмем вот это видео. И здесь во вкладке «Дополнительные» мы выбираем вот «Лицензия и авторские права». Вот здесь также выбираем «Лицензия Creative Commons с указанием авторства» и нажимаем «Сохранить». Вот, теперь любой автор может использовать данное видео на своем канале с указанием меня как автора, да, либо он может каким-то образом немножечко изменять его. Но в любом случае указан как автор буду я. Вот, соответственно, вот такая вам информация. Пишите в комментариях, знали ли вы раньше про существование лицензии Creative Commons. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, забирайте бесплатно мой отчет «Топ 5 способов заработать 100 тысяч рублей» на ютубе. Ну и, конечно же, смотрите другие ролики, которые сейчас появились на экране. Ну а с вами была Юлия Измайлова. До встречи. Пока.